В этом видео после каждого укуса зомби я буду постепенно в него превращаться, получая невероятные способности и тотемы, дающие силу. Давайте проверим, что из этого выйдет, ну а мы начинаем! Всем привет! Меня зовут Скрэйчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, сегодня в этом мире Майнкрафта происходит что-то максимально странное. А все дело в том, что после того, как я зашел в мир, я обнаружил странную надпись. Осталось укусов 10. Что бы это могло значить? Но на самом деле все безумно просто. Сегодня мы с вами будем превращаться в зомби. И для того, чтобы нам перейти на первый уровень зомби, получить секретные способности и какой-то секретный тотем, который будет обладать невероятной силой, нам необходимо, чтобы нас укусил зомби целых 10 раз. Чтобы вы понимали, 10 укусов от зомби это немножко больно, и можно как-то очень быстро помереть. Поэтому нужно делать все максимально осторожно. Так, ну что ж, первым делом давайте добудем себе дерево для стартовых инструментов. Нам с вами понадобится кирочка, ну и конечно же топорик. Иначе у нас будут большие проблемы. Давайте сделаем себе деревянную кирочку, ну и добудем, конечно же, 6 булыжничка для... Ты что на меня смотришь? Ты можешь не мешать мне работать, господи, житель. Мы сделаем себе, значит, каменную кирочку и каменный топорик. Так что давайте добытим 6 кусочков, а потом мы с вами сразу же отправимся в шахту или куда-нибудь еще, для того, чтобы найти зомби. Так, гирочка готова, теперь делаем топорик. Ну, все-таки нам же надо будет отбиваться от зомби, иначе они нас просто-напросто сожрут. Так вот, как я вам и сказал, мы будем получать невероятные способности на каждом уровне зомби. Ну и при этом нам будут давать неизвестные тотемы. Тотемы зомби. Которые будут обладать какой-то мистической силой. На самом деле безумно интересно, что это будут за тотемы. Поэтому погнали с вами найдем шахту. Это не шахта. Ладно, продолжаем искать. Так, ну что ж, ребят, я спустился в какую-то шахту. Ё-моё, здесь есть заброшенная шахта. Это просто прекрасно. Правда, она тут лавой немножечко перекрыта. А здесь есть другой какой-нибудь подход к ней. Ой, господи, что так сложно? Так, попробуем вкопаться через верх. Поставим булыжничек и осторожненько пройдем. О, получилось. Теперь самое сложное, найти зомби и дать ему нас укусить. Ну и вследствие укуса зомби, конечно же, мы заразимся каким-то зомби-вирусом. И сможем стать зомбарем. Так, ребят, хорошие новости. Я вижу зомби. И смотрите. За один удар он не снимает целых полтора сердечка. Блин. Надо было в деревне хотя бы пшеничку найти. А что мне кушать? Как мне восстанавливаться? Ладно, придется съесть гнилую плоть, наверное. И, к сожалению, с него ничего не выпало. Так, мне нужен заброшенный сундучок, в котором я найду еду. Потому что без еды это будет очень проблематично, перейти на первый уровень зомби. Но безумно интересно, какой тотем нам дадут. Так, ребят, хорошие новости. Я вижу спавнер павуков. Которые на меня сразу же нападают. Я думал, сейчас день, они не будут нападать. Нужно его быстренько сломать, чтобы они не успели заспавниться. И посмотреть, может что-нибудь съедобное есть. Так, гнилую плоть заберем. И здесь у нас всего две пшеницы. Этого ни на что не хватит. Ладно, сейчас я буду просто питаться гнилой плотью и пытаться восстановиться. Надеюсь, у меня это получится. Потому что еще целых 7 укусов зомби до того, чтобы стать зомби. И это прям дофига. Вообще жалко, что в той деревне, в которой я заспавнился, не было кузницы. Это у нас, скорее всего, была бы уже какая-нибудь броня или что-нибудь по типу этого. Кысь, 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 зомби. Давай, давай, кусь. И еще кусь. Ой-ой, 5 укусов осталось. Еще один могу тебе позволить сделать, иначе ты меня убьешь. Блин, как же сложно. Так, сейчас, зомби, подождите секундочку. Я отрегенерируюсь. Ладно, один, один, все, 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 все. У меня всего одно сердечко. Главное, не встретить никакого скелета. Потому что если встретить скелета, то... Это все, я пропал. Давай, скрэч, регенерируйся. 2,5, это всего на один кусь. Так, ладно, давайте побежим в ту сторону. И все, осталось укусов 2. Мы можем пережить еще один укус. Но больше мы с вами не переживем. Ладно, давай еще один кусь мне в попу. И я побежал. Давай, давай, давай. Полсердечка, господи, нет, я застрял. Попробуем еще найти еду. Ребята, просто наипрекраснейшие новости. Я нашел золотое яблочко. И наконец-таки смогу отрегенерироваться. И наконец-таки перейти на новый уровень зомби. Зомби, зомби, зомби. Осталось его просто-напросто найти. Юшкин, матрюшкин, чуть пожар тут какой-то. Я вижу последнего зомби. Давай, сделай кусь. Ты что остановился? Ты что глупый? Ко мне иди. Зомби. Ты пройти не можешь? Ты что, вообще странный, что ли? Я слушал, откуда эта музыка странная. Так, зомби, давай, сюда иди, уже надоел. О, пошли, 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 пошли. Опа, он меня укусил. Подождите, что-то происходит. Ой-ой-ой-ой, осталось укусов 10. И мне дали какой-то слабый тотем зомби и... Ой-ой-ой-ой, я покрылся зелеными пятнами. Это значит, что все, все, капец. Так, подождите. Слабый тотем зомби. Shift, чтобы получить гнилую плоть. А ну-ка. Чего? То есть у нас бесконечный источник гнилой плоти. Так а нафига мне гнилая плоть, если она постоянно... Что-что? Она мне только что все восстановила. То есть в теле зомби я могу бесконечно кушать гнилую плоть. И все будет окей. Слабый тотем зомби. А еще знаете что? Я заметил, что мои сердечки стали зелеными, а окорочка стали гнилой плотью. Ну, в принципе, тогда логично, что мы можем с вами кушать гнилую плоть. То есть у нас получается бесконечная еда от слабого тотема зомби. Но выглядит на самом деле он как-то немного странно. Но, в принципе, видно, что это зомби, зеленые глаза, все дела. И, кстати, мы пропустили здесь кучу светящихся ягод. Нашел бы я этот сундук немножко раньше, меньше бы проблем было. Так, ладно, больше никаких способностей у меня нету. И знаете что, ребят, на улице, скорее всего, уже потемнело. Не понял? А почему укус не засчитался? И это что-то максимально странное. Ладно, на улице прямо сейчас, скорее всего, уже ночь. Так что давайте с вами выбираться и переходить на новый уровень зомби. Ну да, на самом деле, как я и думал, на улице прямо сейчас ночь. И я вижу зомбаря. Так, кстати, они на меня все так же нападают, все так же пинают, бьют и так далее. Но, слушайте, такими темпами, я думаю, мы довольно-таки быстро с вами перейдем на следующий уровень зомби. И посмотрим, какие у нас есть способности. А вообще, моя мечта создать зомби-мир. В котором будут жить одни зомби и все будут добрые. Но это невозможно. Так, ладненько, с зомби мы с вами разобрались. Потому что он бы нас убил, если бы мы с ним не разобрались. И, кстати, когда я ем гнилую плоть, я получаю еще регенерацию на какое-то время. И это безумно круто и удобно. Так, я там видел где-то еще одного зомби. Я хочу получить еще один тотем. Потому что слабый тотем зомби единственное, что может просто выдавать нам гнилую плоть. Эйд как не круто. И я хочу более серьезные способности. Ты понимаешь, меня курица. Я тебя сожро. Блин, жалко у меня никакой силы. Ну, хотя да, я на самом первом уровне зомби, какая мне сила. А вот скелеты мои самые нелюбимые мобы в Майнкрафте. Ху-ху, я вижу кучу зомби. Просто кучу. Но нам нужен вот этот вот зомби-одиночка. Потому что иначе нас просто загрызут, побьют и так далее. А как они меня заметили? Так, осталось укусов. Ты откуда маленький вылез-то? Ё-моё, его же не было. Так, тихо, тихо. Чи-чи-чи-чи-чи. Пошел отсюда и пошел отсюда. Ху, так, давайте немножечко перекусим и дадим нас укусить еще один раз. И ой-ёй-ёй-ёй. Все, зелененьким еще сильнее мы с вами. Покрылись и нам дали тотем зомби. Шифт, чтобы отравить врага. Так, а давайте их сравним. Ага, у слабого тотема глазки какие-то зеленые. А у самого обычного глазки голубые. Так, а у зомби они вообще черные. Логично, логично. Так, тотем зомби. Шифт, чтобы отравить врага. А ну-ка, давайте попробуем. Так, почему-то не отравляются. А, зомби же нельзя отравить. Сейчас, давайте попробуем с вами отравить какую-нибудь свинюшку, курицу и так далее. Ну и так как мы уже с вами полузомби, можно пойти и покошмарить жителей в деревне. Ну да, просто посмотрите. Я шифт нажимаю и отравляю врага, и потом могу просто-напросто убить его с одного удара. Ну, потому что как бы отравили, оставили один хп и все. Бедные, бедные малыши. Так, а Крипстера? О, Крипера можно отравить. И теперь он оставил облако отравления. Это на самом деле очень опасно. Так, свинючка, давай-ка мы тебя стукнем и еще убьем. Смотрите, два с половиной окорочка не хватает, и гнилая плоть просто восполняет все. Прекрасно, прекрасно. Так, ладно, я думаю, второй уровень зомби заслужил, чтобы мы с вами покошмарили деревню. И поубивали всех жителей. Ну или хотя бы позаражали их. Почему бы, собственно говоря, и нет. И вообще, на самом деле, я бы поспал, хотя стоп, подождите, а я буду гореть на солнце или нет? Ммм, это интересненько. Но мне кажется, пока я не полноценный зомби, я не буду гореть на солнце. Это же так работает, да? Я надеюсь, что это так работает. Вот пшеница, почему я тебя не собрал раньше, господи? Так, так, так. Так, житель, а ты чего это не спишь ночью? Ты совсем не боишься, да? Ты совсем не боишься? Получай! И что ты мне сделаешь? Ты мне ничего не сделаешь, потому что я зомби. Посмотрите, бедный житель, он даже не понимает, куда ему идти. И теперь я его с одного удара могу стукнуть и победить. А что если этот тотем активировать на голема? Как долго мы его будем убивать? Давай, големчик, давай, давай, парни, 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 парни. Все-таки железка лишним не будет, все дела. Ой, он на меня так смотрит, и на самом деле, смотрите, огромный плюс, что он на меня не нападает. Но при этом потихонечку помирает. Слушайте, а мне нравится быть зомби, мне нравится. Давай, голем, сколько у тебя там хп еще осталось, ешкин-матрешкин? Ну, как только он перестанет получать урон, это значит, что у него осталось всего одно хп. Просто я хочу сделать себе железный топор и так далее, потому что силу, к сожалению, на втором уровне зомби не добавляют. Все, ребята, зомби перестал отравляться, и теперь просто с руки его убиваем и получаем целых пять железных слитков. Это просто прекрасно, господи. Делаем себе железный топорик готово, и, в принципе, больше ничего нам и не надо. О, а, кстати, это наш пациент, который пусть нас немножечко покусает. Делай, Кусь. Куда ты убежал? Давай, Кусь, Кусь. Еще, Кусь, еще, Кусь. Нет, нет, сейчас убьешь, сейчас убьешь. Мне нужно срочно отрегенерироваться и... Ну, кстати, смотрите, регенерирую довольно-таки быстро сердечки. И давайте... О, все! Чего, мы сразу стали зомби? Зомби, я зомби. Апокалиптический тотем зомби. С красными глазами. Шифт, чтобы призвать зомби. Теперь вопрос, очень важный вопрос. Будут ли на меня нападать скелеты и так далее? Нет, они на меня не нападают. Но вот этот зомби, он на меня хочет напасть, потому что... Ну, потому что как бы он на меня напал, когда я был человеком. И он не понял вообще, что произошло. Так, криперы, надо проверить, тоже будут меня... Ай-яй-яй-яй-яй, вы что? Ребят, тихо, ой, не тот тотем активировал. Так, отравляем. Ай-яй-яй-яй. Блин, мой тотем закончился, ребята. Мой обычный тотем зомби пропал. И, а как мне его получить обратно? Он же мог отравлять врагов, а сейчас не может отравлять врагов. Ээээ, это на самом деле немножечко проблема, проблема. То есть у нас остался слабый тотем зомби, который был на первом уровне, а также апокалиптический тотем зомби. Который как раз таки и сделает зомби апокалипсис. Давайте попробуем просто... Ой-ой-ой-яй, вы же на меня нападать не будете? Фух, они на меня не нападают, но их прям реально много. И я могу спавнить бесконечное количество зомби. Как я и хотел создать тот самый мир, где зомби будут править миром. Все будут добрые и так далее. Блин, я теперь даже на себя не похож, я похож на обычного зомби. Слабый тотем бессмертия, а это гнилая плоть. Блин, я теперь хочу вернуть свой тотем бессмертия. Мне на самом деле, мне безумно интересно, буду ли я гореть на солнце и насколько я сильный. Допустим, корову я убиваю с 4 ударов. А у коровы, насколько вы знаете, 8 хп. То есть, мой удар в 2 раз сильнее, чем у обычного человека. Кстати, на улице уже светло, а я не горю. То есть, я, так сказать, супер... А, не-не, горю, 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 горю. Я не хотел сказать, что я суперзомби, а я нифига не суперзомби. Ну, днем, походу, мне только в воде охлаждаться и все. Потому что я не знаю больше, что еще делать, когда ты зомби, который горит. Хотя, можно бы сделать шлем. Так, а здесь в шахту проход где-нибудь или проплыв есть? Потому что, блин, 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 у нас есть некоторое время, чтобы пробежаться. И, о, здесь есть шахта. Стоп, только... Да, я зомби, у меня нет легких, нет ничего. Я могу бесконечно дышать под водой, господи. Да и ты же просто прекрасна. И могу еще здесь этот апокалипсис подводный. Так, зомби, нам нужно заселить все уголки планеты. Нам нужно заселить и воду, и сушу. О, дайте пройти-то, господи. Кстати, он очень быстро спускается вниз под водой. Так я могу реально просто жить под водой? Вы когда-нибудь видели зомби, который живет под водой? Теперь видели. Да, и даже такое бывает. И, кстати, ребят, я забыл о самом-самом главном. Вот прямо сейчас я обычный зомби. Привет, утопленник. А, вот как раз такие зомби, которые живут под водой. Я, видимо, еще слишком мало нахожусь под водой, чтобы стать утопленником. О, они все стали утопленниками. Офигеть. А почему я не стал интересно? Короче, есть такая штука. Господи, не гори, не гори, не гори. Я могу превратиться в зомби-гиганта. Я думаю, вы знаете о таком зомби. Он гигантский и так далее. Господи, давайте я подожду под водой ночь, и тогда покажу вам. Добрый вечер, доброе утро. На улице наступила ночь, и, наконец-таки, я могу выбраться на сушу. Так вот, прямо сейчас я вам расскажу, как нам стать зомби-гигантом. Нам необходимо убить трех жителей подряд. С обычной руки. То есть, не трогая при этом никаких абсолютно мобов. Вот, допустим, есть житель. Давайте-ка мы его с вами зарубим обычной рукой. И все, он превратился в зомби-крестьянина. И нам нужно вот таким вот образом превратить целых трех жителей в зомби-крестьянина. И тогда у нас появится возможность превратиться в гиганта. Так, а ну-ка, жители, выползайте. Вот он у нас, второй житель. Он помер, блин. А нам нужно превратить их именно в зомби-крестьянинов. Я надеюсь, в этой деревне будет нужное количество зомби. Точнее, жителей. И мы воплотим все наши планы в жизнь. Потому что быть зомби-гигантом, это самое крутое в Майнкрафте в мире зомби. Эээ, жители, жители, вы где? А ну-ка, стой, братишка. Давай-ка мы тебя превратим в зомби-крестьянина. Блин, опять помер. Так, ну один житель, по крайней мере, на счету у нас есть. И это уже радует. Просто шанс, на самом деле, там не особо и большой. Оба-на. А кто это по домикам там прячется? У-у-у. И жми не братишка, но тебе тоже. Сейчас будет каюк. Просыпайся и получай. О, получилось, чётенько. И остался всего один зомби-крестьянин, которого нам нужно найти. А ну-ка, стой, подожди, тебя сейчас другие зомби сожрут. Что у тебя за звёздочки тут появляются? О, подождите. Оно прогрузилось и я стал. О, зомби-гигантом. И могу апокалиптически вызывать бесконечное количество зомби. Так, ладненько. И, и чё? Оно, отодвиньтесь, пожалуйста. Дайте мне пройти. Я слишком жирненький большой зомби-гигант. Это прям, на самом деле, сложно. Господи, я просто царь этой деревни. Короче, ладно, ребят. Я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Скрэйч. Всем удачи и всем пока.